всех приветствую с вами я веган христолюб и мы с вами сегодня ответим на очередной вопрос ко мне от валентина который мне написал на почту добрый день дмитрий от души от сердца спасибо тебе за твою за твой супер сайт твое толкование от бога святого духа очень по душе по сердцу близко и все понятно спасибо тебе твоей команде близких друзей за работу дела ваши святы спасибо валентин я валентин три месяца как уверовал и начал изучать познавать евангелие пожалуйста растолкуй мне мои вопросы на первый вопрос я уже отвечал кто захочет найдет ролик на моем канале об иконах об образах которые сделали кумирами в своих церквях такие как таких как православие католицизм ну а второй вопрос валентина следующий иисус христос говорит мертвых искрешайте больных исцеляйте прокаженных очищайте бесов изгоняйте это все возможно мне делать с бомб с божьей помощью от имени иисуса христа ну вот такой вот вопрос ну это цитата вообще из евангелия от марка последняя глава последней речи иисуса христа когда он благословлял своих учеников на проповедь да поэтому мы должны понимать откуда это перед своим вознесением так иисус и благословлял на самом деле он и благословлял на это и во время своей земной жизни праведной святой жизни для примера всем нам и учение которое соответствует жизни и наоборот жизнь соответствует учению по поводу валентин на которому три месяца который как познает евангелие и учится вот ты меня спрашиваешь можно мне это делать больных исцелять прокаженных очищать бесов из бесноватых изгонять можно конечно нужно нужно творить добрые дела ну конечно ты можешь их так творить можно можно конечно почему нет а можешь вы знаете вот с этим мертвых воскрешать муж пожалуйста у тебя есть дар мертвых воскрешать ты можешь воскресить каждого мертвого это просто будешь молиться за воскрешение а когда молишься каждый воскресает или один на миллион или вообще никто сколько ты помолившись воскресишь мертвых как первый воскресишь сразу мне напиши я сейчас не шучу и не смеюсь на самом деле потому что на эту фразу столько притыкаются я даже не знаю насколько много мне надо сегодня говорить кто знает особенно тем больные некие направления протестантских сект и вот это просто заклинило на эту фразу ну как и на многие другие там до поводному крещению чему-нибудь подобному или спасение по вере когда пол стиха вообще даже пол предложения обрежут да и все они спасены по вере все это конечно свои личные учения здесь тоже самое у вас есть дар смотрите у каждого человека есть плоть ну плотью сейчас называют даже на все и тело и душу психики чувству все что некий набор не выше я дух который избирает между добром и злом ать плоть как хотите кто-то в этих понятиях опять кто еще вкладывает я вам сейчас попытался дать понятное определение чтобы у нас не было конфликтов понимания внутренних это все чем я обладаю моё я моим телом как хотите всем просто телом тоже только внешнюю оболочку но речь идет о внутренних до музыкальный слух то же самое к уху относится ли к чему-то там внутреннему а способность мыслить аналитически логически хорошо понимать математику или сочинять литературу это какой части тела относится да поэтому вы поняли я под плотью телом хотите какое угодно слово подставлять для самого человека вот это лично я его выше который конечно неразделима от своей плоти она направляет деяние своего тела свое плоти своей видимой так скажем и не видим этих частей своего я оболочки свои на добрые на худые дела от этого пожинаю либо радость либо страдание у меня есть руки да я умею класть кирпич но с никогда не учился нет и когда мне спросит а можно и мне дом поставить но построить 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 что его большой вопрос ни разу не учившись как выложить и не имея практики и тем более опыта да построишь ты но может что ты построишь безопасно в нем выжить но большой вопрос если это уж совсем там хибарка из сама надо это мы обычно сейчас в 21 веке мы живем но в чем можно самому сделать опять что сделать посмотрев там youtube чик почитавки статьи а может быть действительно учебники да такие не просто какие-то там поверхность статья любую информацию можно найти достаточно конкретную конечно одеет информацию да и по практиковав но ты можешь сам много чего сделать да вот какой я вот имею руки и ноги иду и вижу бабушка еле тащит сумку или там с маршруткой спускается или залезть не может с коляской до беременная женщина еще что-то я могу и помочь конечно могу я должны помочь по-хорошему то должен да у меня все к способность к этому есть до руки и ноги есть если я сам инвалид сижу в коляске ну чем я и помогу с пара с полной парализации кроме одной головы с хотя бы руки там есть сижу без ног еще может руками могу помочь а если я совсем парализован я самого катает начнем я могу помочь могу я ей помочь нет я хотел бы да вот вопрос твой валентин он не совсем непонятен что значит могу я не знаю можешь ты или нет вот ты меня спрашиваешь могу я я не знаю как можно мне задавать такой вопрос вот можешь ты мертв воскрешать я понимаю что это сейчас я уже немножко подшучиваю или просто у нас за счет богатого русского языка как все очень любят говорить могучего да у нас вот что значит слово можно это что ты спрашиваешь о силе а физической возможности своей там духовной неважно то как я знаю могут или нет а если ты имеешь ввиду можно ли мне что нас видите одно слово в контексте может означать разные ну конечно можно а разве кто-то тебе запретит делать добрые дела покажи мне этого идиота из такой тебя встретить на пути а отодвинь его от себя иди дальше по жизни ровно доброе дело конечно в чем святость человека в доброте что такое доброта дарение радости человеку животному природе через это сам обретаю счастье и радость можно тебе можешь ты я не знаю можно тебе конечно можно ответил это вопрос конечно печально созерцать то что люди в тех протестантских сектах у меня буквально недавно она уже не смотрят эти мои ролики сестра с которой я столько лет общался в свободе во христе сколько четыре года уж прошло наверно как мы пообщаемся и и даже ее даже засосал туда но я конечно знаю там причину так как есть проблемы со здоровьем у детей но это не повод был вляпаться в это по самые уши у тебя есть дары ты можешь кого-то исцелять в этом же послании как его говорят великое поручение иисуса она на этом не заканчивается я понимаю ты по-своему просто интерпретировал отчасти вырвав из контекста там иисус сказал идите по всему миру сотворив сами учите соблюдать все что я повелел вам уча соблюдать и все что я научил его сотворив сами сотворите научить это иисус это красная линия жизни самой жизни иисуса его учения он сам все исполнял он сказал я исполнил все что повелел мне отец и вам творите и учить чтобы слушающий и не исполняющий подобие человеку безрассудному пустому и дело его и жизнь его пустая вот она рухнет даже если это видимый домик из соломы стоит на на земле без основ без фундамента основания все это рухнет да можешь так делать пожалуйста конечно доброе дело все же плохого если ты там иисус исцелял мертвую до доброе это дело по добрый всех на свете он исцелил нет всех на свете воскресил нет всех на свете бесов он и поизгонял из бесноватых нет а ученики его посмотри ты будешь читать как сказал три месяца пока уверовал ты начнешь после евангелия читать такие книги как книги деяния апостолов и их послание обратив внимание на то что же его якобы самые первые прямые ученики не могли исцелить далеко всех мягко скажем это кто то что там крупицы которые до нас дошли они не могли исцелить даже друг друга и не могли исцелиться сами от некоторых болячек они болели сами болели очень близкие им родные люди мы видим это я сейчас даже не буду всех перечислять если ты познакомишься с книга деяний и со всеми посланиями апостолов ты это все сам узришь узришь ну ты можешь это делать вместе со мной на моих каналах где библия у меня записана целиком все книги ветхого и нового завета и там я на все это тоже обращаю внимание можно это делать всех налево и направо не шли и воскрешали прям заходили на кладбище или встаньте мертвые и вся армия мертвецов вставала по их слову было такое небо так что так вот имеешь дар хорошо не имеешь просишь бога об этом даре ради добра людям ну хорошо но опять же всех ли нам когда иисус сказал мертвых воскрешайте а он сам всех он заходил вы видели такую картину иисус совсем картину маслом нарисую заходит на кладбище и и русалинской и воскрешает мертвых вы где-нибудь видели такое не а иисус ни одну похоронную процессию не миновал во времена и хождения иисуса его по всей земле иудейской не только иудейские самом уже жил не только в иудеи в самаре десятиграде не ходил мы видим всех ли он там исцелял никто не умер при иисусе так всех ли вы должны воскрешать а как же смерть а как же перевоплощение как же новые этапы жизни а как же то что может быть это совсем не полезно и у бога на это есть другие планы человек свою жизнь пожил как с этим быть а как с болячками жить далеко не все они не заслужены есть болячки заслужены для учения для урока жизни другому че причиняешь там не милости в больному сам поболеет поймешь что такое болячки что он быть больным милостью а для испытания как у его было такое было такое объяснование что это такое какого характера это явление а те кто иисуса хотели убить пусть у них прямо какого-то там беса не было они разве не бесноваты были мог иисус иисус прямо сказал ваш отец дьявол а ученикам своим и те кто кто хотели его убить а ученикам своим которые хотели целый город со всеми животными и людьми спалить помолившись богу сказал что духа вы не знаете какого вы духа вы нечистого мог он из них этого духа изгнать нет это был их личный дух злобы так что вот так вот так что вот так вот поэтому ты на этом не зацикливайся ты что можешь что можешь делай добра возможно делала моему делу е моего нашими ручками ножками устами проповеду истину говоря добре обличай беззаконников заступайся за праведников помогай сироте и вдове и всем нуждающимся многодетным да помогай людям на улице твори добро говори истину денежкой словом оказывай всевозможные благодеяния добра на свете полным полно собирай друзей служи им радуйтесь вместе веселитесь помогай сиротам животным стань веганом начни будь веганом активистом защищать природу стань экоактивистом за все хорошее против всего плохого добра много есть дар исцеление дар дар это когда тебе данное это у тебя это есть я не спрашиваю я научившись кладки класть кирпич однажды потому что бог не дал руки ноги и мозги я не спрашиваю перед каждым покладкой кирпича у бога разрешения помощи я умею у меня есть уже этот навык дар я могу построить дом любому от фундамента до отделки всех коммуникаций да я могу я могу бог дал мне язык мозги и сердце ум и некий дар слова я развивал вот да он у меня есть да я молился богу об этом тоже молился я что-то практиковал из улучшения да что-то отсеивал что-то не нужно было у меня есть дар слова да настал момент когда бог мне дал не когда я хоть и молился познание истины познавал истину я молился я просил об этом да настал день когда господь сказал ты сдал экзамен ты все знаешь сам ты понял ключи ты достиг этого теперь ты можешь сам открывать все двери и рассказывал много раз об этом моменте это случилось когда я записал весь но взаим публично и когда я записывал я еще молился когда я записал книгу откровения я слышал этот голос у себя за спиной да я ощущал это я почувствую далеко как учитель мой отошел от меня пятившись назад и все что я уже говорил я говорил сам аж я сам я понял все что он мне когда-то говорил и чему учил сейчас у меня есть дар да сейчас есть дар я могу сам читать я больше не молюсь я не прошу богу перед каждой книжкой неважно только ран там или еще что-то и даже евангелие открывать не истину я ее познал я есть и истина да я говорю что истина бог и все бытие все мы с вами я в том числе это бессмертие мы все бессмертны все божье бытие мы свободны в этом счастье избирать между добром и злом и быть свободным по плоти и мы все творят друг другу добрые дела то есть даря радость то есть любя друг друга пребываем в полноте блаженства вот и вся истина вот так вот мой дорогой и мои дорогие так что а зацикливаться на этом думать что вы не христианин или не исполняете великое их и христово поручение написано что иисус многих не мог исцелить в собственном городе потому что не верили ему иногда невозможно сделать вот это вот о чем сегодня идет речь кого-то исцелить да по неверию его и такое может быть по его злобе нереальный а уж про дар это по молитве а это вообще отдельные вещи молиться за доброе дело и быть способным его сделать самому имея власть иисус когда послал своих учеников тогда он сказал еще не на прощальном вот этом вознесение своем а до этого мы читаем в евангелии чтобы дал им власть хотя удивительно дав власть через некоторое время тут же некий отец приводится у бесноватого сына и говорит что никто из учеников не смог изгнать без иисус их укорял за неверие всех и отца и народ и своих собственных учеников когда они спрашивали почему ему же делать а не сказать по неверию так что если у тебя такая сильная вера и ты обрел этот дар своей верой возможно добрый день жизнью да пожалуйста все мы разные на далеко не все в этой жизни умеем многие ли могут как я построить дом не я не могу ремонтировать там компьютеры и обычные уверенный пользователь пк ну капни глубже нет когда-то я там ковырялся в машинах мотоциклах но современную машину я уже становлюсь хоть у самого меня пока сейчас простая опять но были у меня и уже в свое время ты такие навороченные машины и сейчас как и у людей сейчас к ней я как раньше смеялись над женщинами которая открывает капот и смотрит туда сейчас любой мужчина 95 процентов точно также откроет у любой современной машины капот и будет стоять почесывая свою головку а что же там сломалась машина как в анекдоте девочка бегала вокруг автобуса и говорил я знаю что она сломалась водитель ну что а что она его доставила машина автобус на сломался вот так и мы все что можно сказать что машинка сломалась а что уже дальше уже не разбирать так что вот так вот имеешь любые любые возможности для творения добрых дел твори их через это сам будешь пребывать в полноте блаженства чего его все мои дорогие родные любимые подписчики и зрители и друзья братья сестры веганы и во христе желаю у меня на этом все пока пока до встречи в следующих роликах не забывайте ставить лайки подписываться дзынькать в колокольчик писать комментарии ну и делиться моими роликами с тем кому желаете счастья у меня все пока пока